Судьбу ангарского филиала колледжа экономики, сервиса и туризма обсуждали накануне на заседании комитета по социально-культурному законодательству. Депутаты областного парламента выступили против упразднения учебного заведения. С начала года более 400 студентов и КЭСТа обучались в дистанционном режиме. Это было связано с выявленными дефектами внутри здания, а именно прогиб двух несущих балок. Нахождение учащихся и преподавателей в здании создает угрозу их здоровью. Сейчас образовательный процесс осуществляется на базе двух других учебных заведений. Мы максимально сохраняем коллектив. У нас остаются по адресу Накирова сторожа и рабочие по обслуживанию здания. Сокращается только вахтер и работник пищеблока. Но это две гражданки преклонного возраста, так скажем. Остальные работники, в том числе и вспомогательный персонал и административно-управленческие, они продолжат работать, потому что у нас юридически это учреждение остается, мы его не закрываем. Дети в этом году получат дипломы об образовании именно этого учреждения. Как сообщил представитель Минобразования, в настоящий момент проводится еще одно инструментальное обследование. В первом полугодии будут выделены деньги на разработку проекта капитального ремонта в здании колледжа.